Людмила Мехкова решение делать прививку против коронавируса приняла быстро. К ней часто приезжают дети с внуками. Надоело бояться заразиться самой и представлять опасность для родных. Поэтому незамедлительно воспользовалась первой появившейся возможностью вакцинироваться. У нас потом возраст и болячки есть, поэтому может легче будет. Как вы думаете, после прививки будете свободнее себя чувствовать? Я думаю, да. Безопасно будет для детей, для себя. Для таких же сознательных пенсионеров, как Людмила, Центр социального обслуживания «Вера» организовал на базе учреждения временный мобильный комплекс. Без посещения поликлиники, без очередей, получатели услуг Центра смогли вакцинироваться первой или второй фазой препарата против COVID-19. Это очень даже удобно для наших пожилых людей, такая форма обслуживания. Они не испытывают неудобства, они ждут здесь в нормальных условиях, без всякой очереди. И заодно они могут посмотреть про наш центр, то, что у нас здесь активное долголетие, какие мы проводим здесь мероприятия. Перед прививкой у получателей услуг была возможность пообщаться с представителями Видновской районной клинической больницы. Врач Тимур Асанов рассказал пенсионерам о вакцине, которые сейчас прививают от коронавируса, пояснил, как происходит вакцинация, кому показано и противопоказано. Последних, как выяснилось, очень мало. Не каждое хроническое заболевание, во-первых, является противопоказанием. И, во-вторых, противопоказанием на сегодняшний день является лишь обострение хронического заболевания. И наоборот, лица с хроническими заболеваниями входят в ту категорию граждан, которые должны в первую очередь вакцинироваться. Также лица с возраста 60 плюс категории должны тоже вакцинироваться в первую очередь. Видновские врачи ставят перед собой задачу вакцинировать как можно больше людей, ведь только коллективный иммунитет способен побороть коронавирус. Для этого необходимо, чтобы 70% населения имели антитела COVID-19.